Новое видео выходит каждый день в 20.00 На днях официальное сообщество проекта Абсолют Ролеплей опубликовало новость. В 24 на 7 были добавлены магнитофоны, которые можно приобрести с 8 уровня. Казалось бы, давно пора. Некоторые игроки, однако, совершенно не видят смысла в добавлении подобной установки. Музыку, мол, можно и в ВК послушать. Тем не менее, другая часть комьюнити поспешила заиметь магнитофоны, чтобы прослушивать радио прямо в игре. И, к сожалению, быстро разочаровалась. Одна из причин негодования игроков цена в 500к, что не так уж и мало. Но расстроил игроков не столько сам факт большого прайса, а скорее функционал, который можно получить за такие-то деньги. С помощью магнитофона, внимание, нельзя включить свою музыку, а прослушивание ограничено определенным кругом радиостанции. Совсем несуразно как-то получается. На других проектах в Boombox можно засунуть любую ссылку на mp3 файл и наслаждаться треками. Чем такой подход не угодил разработчикам Абсолют? Проект объяснил свою политику и открыл глаза сам комьюнити на серьезную уязвимость, о которой ранее на широкую аудиторию не говорилось. Оказалось, если позволить игрокам ставить свое радио, то владельцы ресурсов, предоставляющих пользование аудиопоток, смогут получить IP-адреса всех слушателей. Непонятно, правда, как это будет работать, однако ладно. Об этом вечером того же дня сообщили в сообществе Абсолют Ролеплей. По заявлению разработчиков, владелец радио с помощью нехитрых манипуляций может заполучить IP-адреса всех, кто это радио прослушивает. То есть, заиметь доступ к местоположению пользователя. На такой рискованный шаг владельцы Абсолют идти не готовы, заботятся о своих игроках. Блять, правда, непонятно, о ком они там заботятся, у них на серверах, блять, одни боты играют. Более того, получив IP, можно использовать ряд сервисов, использующих уязвимость UDP, протокола. По нему работает Samp, чтобы отправлять в фейковый флут. Сервер фиксирует огромный поток трафика от игрока, как если бы он производил DDoS-атаку, и просто блокирует его. Разработчики ситуют на то, что определить фейковый трафик просто невозможно. Возникает закономерный вопрос, а как с этой проблемой обстоят дела на других проектах? Ведь многие используют систему бомбоксов и позволяют игрокам запускать любой аудиопоток, который, как оказалось, может быть вредоносным. Оказывается, нигде ранее об этом не было упомянуто. На многочисленных серверах подобный функционал присутствует, и разработчики вполне могут быть не в курсе уязвимости. Вряд ли такая уязвимость получит широкое применение среди вредителей, однако само ее наличие уже пугает. В следующий раз будьте внимательны, входя в зону стриминга аудио из таких вот магнитофонов. Кто знает, с кем вы делитесь своим IP-адресом? И вы знаете, я решил так вот немного поиграть в Николая Соболева и залезть в комментарии под данным постом у сам Ворлда. И вы знаете, один из людей, которые прочитали данную статью, предположил, а невозможно ли просто то, что абсолютно обосрались, не осилили систему бомбоксов и просто распустили слух, а такое, чтобы понимали, вполне возможно. Зная такой сервер, как Абсолют Ролиплей, у них, блять, в привычках врать, обманывать и лгать. Это, в принципе, три одинаковых слова, я не знаю, зачем я их сказал три раза, однако ладно. И то есть, если посмотреть на всю эту ситуацию, то, ну, как-то странно получается. Столько лет люди использовали вот эти вот все бомбоксы, и получается, что вот за все это время все проекты, которые использовали бомбоксы, в том числе и Аризона, не знали об этой уязвимости, а какой-то там, блять, Абсолют Ролиплей с накрученным онлайном об этом узнал, а каким образом они это тогда узнали? Почему они об этом-то ничего не говорят? И тогда вообще абсолютно непонятно, почему вот, как бы, сервера, возможно, сервера специально молчат, не хотят расстраивать игроков. Однако, блять, ну неужели у нас только Абсолют Ролиплей такой благородный, который вот боится о своих игроках? Да и тем более, если узнать, что, блять, у Абсолют Ролиплей боты, им даже, блять, бояться-то не за кого. За кого они там могут бояться? За, блять, набор ноликов и единичек или что? Я просто не понимаю. Ну, в самом деле, я, я, то есть, блять, Абсолют, ну вы серьезно? И, то есть, я более поверю в то, что они распустили просто такой слух, чем, блять, серьезно можно получать IP. Да, блять, кому ни похуй на то, что, блять, ваш IP узнать, это вообще хуйня. Блять, узнаешь ваш логин в Скайпе, и когда вы последний раз заходили в Скайп, и просто вот можно вот так даже узнать IP. А тут, блять, какой-то бумбокс, блять, какой-то владелец, блять, аудиопотока может узнать IP-адрес, блять. Ну, конечно, блять, ему нехуй заниматься, он будет, блять, узнавать IP-адрес. Ну, серьезно, абсолютно, что за хуйня? Я не понимаю, возможно, возможно, это правда так работает. Но, но кому, блять, не похуй-то, я просто не понимаю, Абсолют Рулли Плей. Ну, что за хуйня? Типа, серьезно, блять, столько существует эта ебанутая система этих ебаных бумбоксов, и, сука, вот только сейчас, вот только Абсолют это, блять, узнали, об этом рассказали и так далее. Да что это за хуйня, блять, я не понимаю. Неужели, блять, Аризона с, блять, одними из самых лучших, там, скриптеров, там, программистов, а я не знаю, как все это называется, Ярослав Брулев, неважно, они об этом не знали. А тут, блять, Абсолют узнал. И всем вот об этом поведал. Серьезно. Не, 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 все, забейте, это полная хуйня. Я больше поверю в то, что они просто не осилили систему бумбоксов, решили вот таким образом оправдаться. Ну, знаете, когда ты что-то не сделал, ну, ты такой, типа, да, блин, я это не сделал, не потому, что я тупой, ленивый, блять, криворукий ебаном, потому что там вот это, не то это, не то трава, не такая зеленая, солнце не так ярко светит, и так далее, и тому подобное. Блять, ну, это же какая-то полнейшая хуйня, но, блять, о чем вы вообще говорите? Я просто не понимаю. Вы что, серьезно? Ну, ну, это, блять, даже в голове не укладывает, что вот Абсолют Руллиплей такой благородный, решил защитить своих игроков от всего этого. Скорее всего, блять, им просто было сложно реализовывать систему, вот чтобы люди вставляли ссылку и так далее. Вот я больше в это поверю. Однако, однако, вы можете поделиться своим мнением в комментарии, там написать, а прав ли я, не прав ли я. Я почитаю, возможно, если будет даже как-то аргументировано то, что действительно мы все в опасности, блять, то тогда ладно. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok